Здравствуйте! Эфир телеканала вновь продолжает утренний выпуск новостей. В студии Егор Матаев и прямо сейчас начинаем выпуск. Медицина в глубинке станет доступнее. 17 новых ФАПов, оснащенных новым оборудованием, построят в этом году в Алтайском крае. Это стало возможно в рамках нацпроекта здравоохранения по поручению президента. Об одном из таких ФАПов расскажет Анна Муратова. 230 жителей поселка Озерный в новом ФАПе нуждались давно. Раньше в экстренных случаях вызывали фельдшера надом, а на плановый осмотр добирались за 17 километров в районную больницу. При таких условиях пациентам со сложными диагнозами крайне трудно было регулярно наблюдаться у врача. Теперь все изменилось. Чуть не каждый день хожу, часто хожу на уколы. У меня болезнь астма и сахар. Я задыхаюсь частенько. Ходят, вот сейчас двое были, тоже ушли, на уколы приходили. Ходят много. И с ребятишками приходят. Новый ФАП и вместе с ним новое медицинское оборудование, а значит и методы диагностики. Глюкометр, электрокардиограф и главное приобретение – дефибриллятор. Теперь фельдшер может реанимировать пациента с остановкой сердца на дому, экономя драгоценные секунды. Дефибриллятор здесь оснастили. То есть это экстренное оказание помощи при остановке сердца, например, чтобы запустить. То есть это вот новейший аппарат, которого в старом ФАПе у меня не было. Так, что еще? Ну, это для приема ребятишек. В этом году в Павловском районе открылось два новых модульных ФАПа. Их построили в рамках национального проекта здравоохранения. В декабре откроют третий ФАП в селе Жуковка. А всего в Алтайском крае к Новому году заработает 17 новых медицинских пунктов. В Залесовском, Новичихинском, Хабарском и других районах. Анна Муратова, Сергей Балуев, новости. Поезд финансовой грамотности совершил остановку в Заринске. Профессиональный консультант рассказал жителям города о самых распространенных видах мошенничества в интернете. Даже зная ваши паспортные данные, адрес места жительства, я могу зарегистрировать на вас 5-6 юридических лиц, на них взять кредиты, и вы потом будете расплачиваться всю оставшуюся жизнь. Поэтому наша безопасность в большей степени заключается в финансовой гигиене. Не столько защиты денег, сколько о том, чтобы вы в будущем будете расти и идти дальше. В процессе мероприятия каждый участник имел возможность задать вопрос, получить квалифицированные ответы и рекомендации относительно разрешения индивидуальной проблемы, связанной с управлением личными финансами, а также о том, как уберечься от посягательств мошенников. Уже скоро десятки тысяч людей по всему миру выйдут на субботник. Барнаул не исключение. Всероссийский экологический турнир «Осенний кубок чистоты» пройдет 21 сентября во Всемирный день чистоты. Участники акции «Осенний кубок чистоты» больше 50 городов в 34 регионах. В мае Барнаул участвовал в весеннем кубке чистоты. Тогда участникам удалось собрать около 4,5 тонн мусора за полтора часа. В рамках «Осеннего» состоятся «Чистые игры». Это увлекательный квест, командные соревнования по сбору и сортировке мусора. В финале «Чистых игр» всех ждет пикник, а победители в различных номинациях награждаются призами. Барнаул не отставай, в «Чистые игры» с нами играй. Вот главный призыв организаторов экологической акции. Всех желающих ждут 21 сентября к 11.00 в районе улицы Гоголя, 217А. На этом пока все. Продолжим ровно в 10.00. Будьте с нами.